Продолжение! Видео номер два про сексуальную энергию, про то, откуда она идет и что ее блокирует. В предыдущем видео я рассказала, что же это такое, что фундаментально из себя она обозначает, это энергия. А в этом видео я расскажу, как сделать так, чтобы она никуда не сливалась. С вами Анна Ясницкая, сексолог-психолог из Калифорнии с образованием из Великобритании. И поехали! Перед тем, как я начну, поставьте пальцы вверх этому видео. Просто потому, что если вы поставите пальцы вверх, то и у мужчин, и у женщин будет крутая сексуальная энергия. Обещаю! Вот прям вы проверьте. Не верите? Проверьте. Обязательно подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны. А если вы еще не уверены, стоит ли подписаться, досмотрите это видео до конца, и вы точно захотите подписаться. Поехали! Ой, блядь, опять на работе какая-то хрень. Убирайте из своего поля негативных людей. Вот это! Ну вот это вот все. Как быть сексуально привлекательной и так, чтобы много хотелось потрахаться. Итак, женская сексуальность — это магнетизм, это притяжение. И понимаешь, здесь не всегда типа «Вау, я ее хочу!» Хотя это тоже. А иногда просто «Блин, какая она классная!» И я ее и хочу, в смысле хочу во всех позах и по-разному. И я ее хочу любить, и я ее хочу оберегать, и я ее хочу восхвалять, я ее хочу на пьедестале нести на своих руках, я ее хочу окутывать любовью. Вот это вот «Я ее хочу!» вызывает настоящее истинное женское притяжение, женская сексуальность. Но есть вещи, которые ее блокируют. Есть вещи, из-за которых мы сливаем ее, просто тупо сливаем или блокируем. Это все негатив. «Ой, блядь, опять на работе какая-то хрень!» Вот это вот настроение, вот это вот постоянно жаловаться на кого-то, постоянно жаловаться на что-то, нудить по каким-то поводам. Это все негатив, блокирующий вашу сексуальность. Если жалуются вам, позвонили подружке и говорят «Блин, прикинь, мой такой вообще, ну, мудак, просто...» Ты говоришь «А мне зачем об этом знать? Ты чего звонишь, блокируешь мою вообще энергию?» Пожалуйста, психологу, кто согласен это слушать. Следующее. Когда у девушки много незакрытых вопросов, нерешенные проблемы, нерешенные задачи, долги висят, долги ей, она должна. Когда есть ссоры, споры с подругами, ссоры, споры с друзьями, и ты с ними тянешь эту катавасию или с бизнесами. Девчата, закрываем неуспешные проекты, посылаем нахуй неблагодарным, некомфортным вам бизнес-партнерам. Это сложные выборы, типа «Ой, ну я с бывшим еще общаюсь, потому что иногда он приедет, что-нибудь починит, а иногда он денежек подкинет, а иногда там с машиной поможет, а иногда там возьмет, заедет там на небольшой… и подарит там духи». Если есть бывший, который тянет из вас энергию, неважно, чем он вас подкупает, не подкупайтесь. Все. Подруги, которые выносят мозг, goodbye. У меня очень много бывших подруг. Негативные бизнес-партнеры тоже в прошлом. Телефонную книжку почистите. Если вы не собираетесь этому человеку больше звонить, или вы не ждете от них смс, или за последний год вы не контактировали, удаляйте этот номер телефона. Чистите ару, чистите энергетику через ваше реальное поле. Телефон, телефонная книжка, фотографии, друзья в фейсбуке, подписки в инстаграм, реальные друзья-подруги, убирайте из своего поля негативных людей. Тогда у вас, у вас, у самой тебя появляется энергия. Вау! Вдруг появилась энергия на мир, вдруг появилась энергия на жизнь, вдруг появился интерес к жизни. И тогда ты становишься девушка, подумала, сделала, сказала, реализовала, говорит Полиенко, да? Это когда у тебя пришла энергия, и ты сразу ее вдела, или ты услышала информацию, или получила информацию, да, когда у тебя есть энергия сексуальная, ты получаешь информацию, ты сразу ее сможешь применять, усваивать и применять в жизни, и делиться с окружающими людьми. Так приходят инновации через женщину, когда она закрывает вопросы в прошлом, когда у нее нет скандалов с родителями, нет обидок с братьями и сестрами, когда у нее нет негативных токсичных друзей, когда у нее в телефонной книжке те номера, которым она собирается в ближайшее время позвонить. Как только вы это все расчищаете, у вас такое состояние из этого, вот в это, и вот здесь начинается сексуальность, потому что, вау, какой красивый мир вокруг меня, а у меня есть энергия что-то сделать, а у меня есть силы что-то сделать, а у меня есть удовольствие чем-то заняться, а я хочу пойти на танцы, и ты идешь на танцы. Блин, а круто было бы поменять машину, ты сразу занимаешься этим вопросом. Вот тогда начинается энергия сразу делать, 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 реализовывать, реализовывать, и это тоже увеличивает твою сексуальность. И вы все спросите меня, Ань, а ты вот о чем сейчас говоришь? Мы тут про сексуальность. Это же, наверное, ну вот это вот все. Ну, слушайте, я, конечно, могу вам рассказать про важность томного голоса для того, чтобы быть сексуально привлекательной, про то, как нужно подчеркивать свои достоинства. Но здесь правильно я сказала, как быть сексуально привлекательной, а не сексуальной. Потому что привлекать мы можем, да, говорить тише, говорить медленнее, говорить нежнее, более томным, таким бархатистым голосом. Да, мы можем уделить внимание своему ТКТ, и погладить шею, и я это все расскажу в отдельном видео. Как быть сексуально привлекательной. Но если ты хочешь иметь фундамент, базу и энергию, и на самом деле, чтобы это было не фейк, вот сверху, да, вот грудь раскрыла, там томным голосом что-то сказала, и все. Это будет фейк, если у тебя нету базы и фундамента. Надеюсь, вы все это поняли. И теперь вы точно подпишетесь на мой канал, поставите мне пальцы вверх, и пишите в комментарии, как вам эта тема. Продолжать ли дальше ее развивать, как быть сексуально привлекательной, и так, чтобы много хотелось потрахаться. Нет, ребята, здесь мы про жизнь. Про жизнь, про энергию, про реализацию, про все материи вместе, тонкого и плотного плана. На этом все. Love you. Bye. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok